поехали всех приветствуем дорогие друзья продолжаем наши встречи и беседы о лакане диалектики и того что с этим связано предварительно до фактически уже традиционная часть вводная небольшая такой даже не вводная скорее такой некий комментарии от меня вот и после этого собственно попробуем уже двинуться дальше у нас завершение фактически идет говорили вот поэтому поэтому сейчас двигаемся собственно строго в направлении этом самым так я небольшую демонстрацию сейчас включу предварительный комментарий чтобы дать и экран пускай будет экран есть мы с тобой как-то общались и да как-то говорили о том что эти скинул в контексте наших узлов соответственно вот такой вот узел есть это в рамках ваджираяны буддизма ваджираяны есть такой узел символ единство мудрости и вообще это вообще символика буддийская до определенные символ которые характеризуют достижения на пути и так далее определенной благость а вот если говорить не буддийским языком и есть вот такой символ бесконечный узел называется который символизирует собственно переход мудрости там много значений одно из них которые мне больше понравилось ближе всего казалось наверное это возвращение это переход или единство мудрости и сострадания вот и мне представляется это вот как раз вот те узлы которые ты показывал очень похож но не похожи в принципе это плетение одно из вариантов плетений этого узла более подробную символическое значение каждого из узлов как и почему они переходят друг друга я описывать не буду поскольку не являюсь специалистами на в области вот этой символики и так далее глубоко я вот так не погружался в этот материал но естественно бесконечный узел здесь это парафраз на ленту моя версия до того же самого узла золотого таком золотом виде вот и символ достижения состоящее в том что мы объединяем вот эту мудрость и как я сказал и и сострадание хотя на самом-то деле они во многом могут быть и противоположны вот но это парафраз по большому счету вот на эту символику да здесь одна сторона мы помним его вот этой логической конструкции конечно одна сторона и она вот представлена таким образом это если одно измерение брать да если мы берем объемную конструкцию то в принципе парафраз на ту же самую идею но я бы хотел заметку сделать какого рода не представляется вообще важным для понимания в том числе диалектического взгляда поскольку я его и проблематизирую пытаюсь и саму себе ответить в каком виде она возможно и возможно ли и один из моих ответов на тот вопрос который сформулировал диалектика и базовая его часть а именно противоречия до единства противоречивых сторон до единства внешне несовместимого и так далее сущностно несовместимого точнее будет так сказать вот в этом образе на самом деле представлено и оно должно быть понято в двух моментах первое оно должно быть понято вот это противоречие как единство и различие взаимный переход и различенность положительных противоположностей а не отрицательных очень коротко что это означает это означает что каждая из сторон должна быть поняты как самодостаточная ну например не а и не а да как противоположность а и не а как противоположных противоречия до классическая формальная противоречия противоречия противоречием будет например утверждать что стул есть и противоречием этому до утверждением будет что стула нету то есть полагаем все множество не не а это противоречия а ты говоришь I наоборот наоборот противоположностей я как раз не касался что именно как раз и должно быть это не противоположением смысле абстрактных противоположностей как красное белое черное и белое там и так далее то есть это просто концы да которые ну могут быть понятными но они отвлечены то здесь сущностно должно быть увидено Я не хочу копать долго и нудно эти вещи, поэтому я сейчас самое важное скажу. На мой взгляд, первое, положительно должно быть понято. Что это означает? Это означает, что подлинное противоречие всегда позитивно. И только в том виде, в каком оно позитивно, а не отрицательно, не А, абсолютно формально. Абсолютно формально, потому что оно пусто. Просто вместо какого-то одного предмета мы полагаем множество всех остальных предметов. Если говорить о количественном множественном парадигме понимания формально-логического мышления. Положительное понимание противоречия означает, что каждая из сторон самодостаточна. И в этой самодостаточности, позитивности, оно исключает другое. В качестве такого, ну, может быть, штриха, я приведу пример, ну, вот, собственно, мудрость и сострадание. Еще одна была идея, связанная с чем? Это противоположность, например, отрешенности или мужественности. Да, и состояние мудрости или отождествленности, да, вот этой сострадательности. Точнее даже так, в рамках того же, той же Ваджраяна, есть различение мужского, да, и женского принципа. Ваджра и колокольчик, например, да. Ваджра – это принцип активности, ну, Ваджра – это орудие индры, да, как все пробивающие и прочее. Вот, что-то вроде молнии, да, такое, но несокрушимость. И это символ ума, его несокрушимости. С одной стороны, и с другой стороны, и колокольчик, да, если мы видим там какие-нибудь буддийские изображения в рамках Ваджраяны, да, то там лама или еще кто-то находится в единстве этих двух элементов. То есть полнота постижения состоит в объединении этих, вообще-то говоря, качественно, ну, так аккуратно я скажу, разных вещей. Есть ли здесь диалектика или нет? Моя гипотеза состоит в том, что все-таки есть. Потому что состояние мудрости или проникновения, или отождествления интуитивно для меня, конечно, отличено от Ваджры, как пробивания, да, развлечения, разотождествления и так далее. То есть основная функция, например, мужчины, по крайней мере, именно в этом состоит. В разошлении, развлечении, отпускании, отрешении и так далее. Вот. Отсюда же и оборотные стороны в мышлении, например, мужчин, специфики, да, точно так же, как у женщины прямо противоположные. Примыкание, объединение и оборотные стороны, соответствующие, проблема, да, привязанности и так далее, и так далее. Как базовая трудность, соответствующая направленность ума. Вот. Вот. Но целостность только когда в единстве. Причем каждая из этих ценностей, она самодостаточна. И мы видим, только если мы видим эту самодостаточность, мы способны увидеть их переход. Вот такова моя гипотеза. Я ее пока доказать не могу. И, собственно, то, что изображено сейчас, на мой взгляд, иллюстрирует вот эту идею диалектики как одновременного единства, да, и развлечения вот этих самых целостностей, где мы видим две стороны, которые... Мы видим, да. Интуитивно мы четко видим две стороны. Да. И каждая из них переходит в другую. То есть показывается единство каждой из этих сторон. Вот для меня метафорически, образно точнее, да, вот это единство, понимание вот этого противоречия, видится через вот такую метафору, и, мне кажется, она очень ясная и яркая. И в этом смысле завершаем. Лакановский, по сути, не мой тезис, да, о том, что психоанализ, стереофилософия Лакана, по большому счету, это современная форма диалектического мышления. Вот. Есть отдельная диссертация, которую я тебе скидывал на этот счет, как раз свежая, по-моему, там, 20-е, да, по-моему, 19-го года. Вот. И, собственно, мне кажется, что то плетение, то узлы, которые он демонстрировал в качестве способа разбора опыта сознания, да, ну, я это так назову по-своему немножко, да, состояний, да, пациентов и так далее, плетение этих узлов как способ описания того, как они функционируют, мне представляется, ну, по меньшей мере, не случайно. По меньшей мере, не случайно, и имеешь свое основу именно в том подходе, о котором мы говорим. Есть какая-то цельность, ощущение цельности заставляет вот это, как бы, сплетаться, переходить и так далее. Вот. В этом, собственно, идея-то спекулятивного, на мой взгляд, если визуализировать идею спекулятивного у Гегеля, как вот это, ну, есть китайский вариант, да, и не янь. Вот. А можно математическо-топографическую форму найти, и по всей видимости, по всей видимости, это будет что-то вроде вот такой петли, да, амебиуса или вот такого бесконечного узла, вот, который, конечно же, иллюстрирует вот эту идею взаимоперехода вроде как внешне качественно несовместимых различных элементов. Ну, вот, может быть, не очень коротенькая, но такая преамбула к сегодняшнему нашему общению, беседе. Спасибо. Там ты уже свернул, но я хотел спросить, ну, давай вот еще этот золотой узел посмотрим. Это все-таки узел, да, то есть его нельзя распутать, да, там нельзя как-то развернуть так, чтобы он превратился в окружность, он будет узлом все равно. То есть он сам с собою спутан. Да, тут без вариантов. Ну, то есть вот как его не пытаясь развернуть, тут не получится. Именно, да, именно узел. Потому что вот это, конечно, петля, да, но она тоже на самом-то деле нераспутываемая в том смысле, что... Она нераспутываемая, да. Да, то есть там сущностное различие положено. Если бы она была распутываема, у нее было бы две стороны, да? Да, да, если бы она была распутываема, точно, абсолютно верно. Вот, а если мы даже смотрим на одно из ее краев, один из ее краев, вот не просто сторона, есть же края у каждой стороны, да? Нам кажется, ну, край это два, и вот мы идем, 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 и он переходит в другой край. То есть край тоже один. Поэтому эта штука не распутывается. Да, 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 совершенно верно. То есть он переходит точно так же. Вот так вот именно и заключается топология узлов в этом. Лакан, на самом деле, к узлам же пришел в старости. В втором семинаре он развивает идеи узлов и ссылается, ну, то есть он говорит, где он взял-то эти узлы. Он топологией-то и так занимался, но он занимался топологией поверхности. А вот топология узлов его заинтересовала, когда он прочитал Фройда, а как же там, самоидентификация и массовое сознание, по-моему. Вот эту работу, где описана фигура лидера, фигура такого вождя, которым народ идентифицируется. И вот Лакан после этого стал заниматься вообще вопросами идентификации и вопросами узла. Он говорит, что вопрос идентификации может быть... И более того, может, я хотел сказать, записан. Нет, он может быть распознан только в топологии узла. Интересно. То есть вот этот вопрос, кто я или какой я, это вот в узле видно. Ну, дальше я вот тут рассказать дальше не могу, потому что достаточно сложно. Ну, да, да. Я единственный комментарий могу дать, когда завершишь. Давай, давай. Для меня, на самом деле, та же самая, опять-таки, диалектика, поскольку одна из точек входа в тему Лакана, диалектика и логика. Единственная достоверность работы диалектической спекулятивной логики для меня это как раз вот эта трансформация, схватывание опыта трансформации, точнее, опыт развлечения, саморазвлечения сознания. Вот то, что в рамках феномологии было представлено, вот этот переход понятия к предмету, это, собственно, и есть движение, внутреннее, имманентное движение нашего сознания. И, то есть, если статус диалектик, как некой такой методологии научной и так далее, для меня этот вопрос, по меньшей мере, открытый в плане того, как, например, диалектика контактирует с матологикой, или с направлением теории категорий, и, по крайней мере, то, что последняя, да, наиболее такое интересное в рамках математики, вот, то вот именно в сфере социального отчасти и поменьше, ну уж точно в рамках вот имманентного опыта сознания, мне представляется, что формы, которые описал Гегель, они очень, точнее, не формы, а ход, способ движения, описания, он очень-очень точно попадает. В этом смысле перекличка узловая, мне кажется, опять-таки, говорю, это только на уровне гипотезы, поскольку это абсолютно небоснованная вещь такая, чисто интуитивная, что это не случайно, что вот такие формы узлов появляются, и что здесь какое-то, с одной стороны, плетение сложностей, разных типов идентичностей, которые в нас, вот, как бы, совмещены, они множественны, на самом-то деле. А с другой стороны, они каким-то образом вот этот блик какой-то дают и всякий раз, как бы, выскальзывают из такого прямолинейного, да, способа анализа, из любого попытки такого вот дедуктивного, там, не знаю, чисто аналитического, хотя и психоанализ, но на самом деле, в такой же степени, это, ну, по крайней мере, по лакану становится понятно, что это психосинтез в каком-то смысле, да, потому что это объединение двух этих элементов только можно схватывать, вот, то есть, что это такая реконструкция, по большому счету, вот. Ну, это вот, что касается обратной связи, то есть, не случайность вот этого плетения узлов и идентичность, связанность с идентичностью. Прикольно в том, что в буквальном переводе с древнегреческого анализ это именно развязывание. Развязывание, да. Мы тут говорим про узлы, а прикол в том, что субъект, чтобы вообще сохраниться, он должен быть заузлен, да, иначе он распадается. Вязан, да. Так что, в общем, да. Ну, ладно, тогда переходим к тому, на чем мы остановились в прошлый раз. Я тоже туда включаю демонстрацию экрана. Угу. Ага, так. Транслировать экран. Демонстрацию включил. И видно, да, вот эту схему, на которой... Да, 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 да. Это, значит, я напоминаю схема дискурсов, четырех дискурсов. Их четыре, потому что элементы четыре, и они, как ты заметил сам, вращаются вокруг, как сказать, своего центра. Да, вот сами элементики вращаются, элементы, то есть означающие вращаются вокруг центра. По часовой или против часовой стрелки. Вот здесь прямо написано, вот она здесь указана, часовая стрелка, и мы смотрим сверху дискурс мастера, то есть дискурс господина. Если что, можешь показывать это... Да, 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 да. Вот, точно, точно, я забыл. Вот это вот, да, он вращается по часовой, и что происходит? С1, то есть первый субъект, то есть господское означающее, перетекает вот сюда, то есть вот сюда, и они все смещаются. То есть по часовой стрелке они вот так вообще... Они вот так вращаются, а места остаются на месте. Места остаются на месте. То есть определенные вот эти места, вот эти две черты, это, собственно, и есть места, между которыми есть отношения или требования. Вот этими стрелочками, то есть раз, два, три, четыре, пять стрелочек всегда обозначены отношения или требования. И вот это базовые черточки, то есть места, первый этаж, второй этаж, или верхний, нижний, лучше говорить, этажи, и требования. Это вот места дискурса. А означающие дискурса всегда, их только четыре, и они одни и те же. И они даже не меняются в порядке. То есть порядок этих означающих остается один, но они могут вращаться в этом порядке. В одном и том же порядке они вращаются. Так, хорошо. Значит, это вот мы прошли. Напомню, Артем, только единственное, напомню, наверное, вот эти стрелочки, типы требований, которые здесь запрашиваются. Мне кажется, это могло быть полезным. Вот здесь у нас место истины. Место истины дискурса. То есть истина дискурса господского в том, что субъект расщеплен. Это субъект нехватки. Истина влияет, вот она, стрелочка, истина влияет на агента дискурса. Вот это место агента дискурса. Агент дискурса под воздействием того, что истина влияет на него, выдвигает требования второму субъекту. Субъект 2. В данном случае это рабскому означающему. Но раб слушается мастера, господина, в том числе и потому, что эта истина также влияет на него. То есть от истины у нас исходят две стрелочки. Видишь? К истине ни одной на истину влиять невозможно. Ты ничего не сможешь с ней сделать. Она всегда одна. Правда всегда одна, как говорил фараон. То есть истина влияет на агента и на второго как бы субъекта. Дальше. Второй субъект, в данный момент рабское означающее, производит продукт дискурса. Вот здесь у нас продукт дискурса. И продукт дискурса идет или влияет, или идет, возвращается к, в данный момент, господин. Вот такие стрелочки. То есть стрелочки идут слева, снизу, направо, потом вниз и возвращаются именно вот сюда. Возврат вот только сюда работает. В каком-то смысле, да, здесь нету такой бесконечности, нету бесконечного поворота. То есть, в общем, стрелочки односторонние. Нельзя потребовать в другую сторону. Это невозможно. Требование всегда идет в одну сторону. И движение всегда идет в одну сторону. Ну, вот такая петелька получается. То есть вот такая, да, вот она пошла. Раз, и такая петелька. Но не от С, вернее, от С2, конечно, она идет, но только косвенно. Напрямую только С1 может потребовать от С2. А теперь, если мы поворачиваем, то у нас тут дискурс истерии. Да, и сразу, да, как пример, да, то есть получается, господин, имея опыт истины господина в том, что он расщеплен. То есть он, на самом деле, суть нехватка, но он способен эту нехватку как удерживать? Точнее, как утверждает эту нехватку? То есть истина его бессознательного? Это истина, да, это бессознательная истина. Видишь ли, вот этот нижний этаж, это вытесненное. Господин не осознает собственной нехватки. Чтобы он осознал собственную нехватку, нужен дискурс истерика. Вот сейчас это и произойдет. То есть, что у нас имеется? У нас имеется истина истерического. Итем, вот смотри, прости, я ради бога, что я тебе сейчас, вот смотри, просто для меня это важно, в каком плане? Здесь вот эти две стрелочки. Внешнее требование мастера, то есть господина по отношению к рабу, очевидно. Ты делаешь то, что я тебе скажу, потому что иначе там то-то и то-то. Но вот это нижнее требование, нижнее требование расщепленного субъекта к субъекту рабскому, непонятно, в чем его требование, в чем, как это понимать, что он тоже требует. Во-первых, оно как бы говорит, ты подвергаешься требованию от расщепленного субъекта. И ты точно такой же расщепленный субъект. Вы оба одинаковые. Один расщепленный субъект требует от тебя, от второго расщепленного субъекта. То есть он желающий субъект, он субъект желания. Раз он расщеплен, раз это субъект нехватки, соответственно, у него есть желание. То есть без нехватки желания-то не было. Угадывай его желание и производи наслаждение, вот, а малое наслаждение, ради удовлетворения его желания. То есть раб перестает быть рабом, только когда присвоит, сделает угадыванием своего желания. То есть он же требования внешние пока принимает. Он угадывает желание господина, такое, какое господин и сам не знает своего желания. Раб угадывает желание господина, он считывает его на интуитивном уровне, благодаря вот этой стрелочке. Я, конечно, тут жахнул сейчас, честно сказать. Я сказал, вот это наслаждение производится ради удовлетворения желания. Но это я очень грубо сказал, должен поправиться. Удовлетворить желание вообще-то невозможно. Возможно дать в ответ наслаждение, но желание не удовлетворится. Понимаешь? Желание вынуждает двигаться. Как оно может удовлетвориться? Никак. А в ответ можно дать наслаждение. Вот раб производит объект наслаждения, и этот объект возвращается к господину. Объект наслаждения к рабу вернуться никак не может, поэтому раб всегда отчужден от собственной продукции. То есть раб это тот, кто дает наслаждение другому, но никто не может дать себе? Не может. Не может дать себе. Но парадокс состоит в том, что он это не может сделать, потому что он не может расщепиться, поскольку я понимаю. То есть он не может вытеснить, разотождествиться со своим желанием. Точнее даже не желанием, а вот этим... Да, его же господин расщепляет садистическим образом, да, раба расщепляет господин. И раб расщеплен по вине господина, понимаешь? То есть господин здесь назначен виноватым. То, что раб расщеплен на самом деле и сам по себе, это вопрос номер два. Да, ну вот, поэтому вот эта истина, она, конечно, и истина раба тоже, естественно. Но для него это точно так же вытеснено, как для господина. Единственное, для господина это вытеснено, потому что я вот такой весь большой, крупный, очень сильный и самодостаточный. Я вас всех подчинил, да, и он таким образом вытесняет, собственно, расщепленность. Раб говорит, я такой жалкий, несчастный, моя доля ужасна, мне не позавидуешь. И благодаря этому нытью, нытью прямо, да, он точно так же вытесняет. Производит вот это А. Благодаря этому нытью и производит это А, да. Вообще да, во-первых, благодаря этому нытью он и вытесняет эту свою истину, и производит это А. Да, именно так. По большому счету, что производит раб, вот если вам в пределе, да, не только там произведение искусства, не только каналы копает, а по большей части он производит знания, которые принадлежат только господину. Рабу знания не принадлежит. Ну, в этом деле Лакан в 17-м семинаре ссылается на упомянутый нами неоднократно диалог Минон. То есть раб, он может производить знания, но он им не владеет. Там, где мальчик припоминает вот эту вот историю. Мальчик припоминает, да, теорию геометрии, никогда не встречаясь с ней. Хорошо. Значит, дальше, вот если мы перевернем по чистовой стрелочке, у нас дискурс истерика. И как работает истерик? Мы видим... Ладно, давай к истине истерика подойдем в последнюю очередь. Мы видим агента. Агента истерии – это расщепленный субъект, да. Расщепленность, нехватка уже не вытеснена. Она наяву, видишь ли. То есть... Явлена практически. Она явлена. Поэтому лозунг истерика – я не могу. Вы все можете, я не могу. Вот у вас у всех получается, а я вот никак у меня не получается. Я не смогу, все. Отстаньте от меня. Но сам он пристает всегда. К кому? К кому он требование? Господскому означает. Да. Истерик домогается господина. Всегда. То есть того, кто бы мог быть господином. Я бы так еще сказал. Или кто может уже быть господином. Дальше. Истерик домогается господина. Господин в ответ производит продукт. Рабское означающее. Здесь можно гадать, что это означает. То ли... Ну, нет. В принципе, можно и не гадать. Он производит рабское означающее, которое летит в сторону истерика. Ты, дескать, вот на тебе, являешься рабом. Но истерик, конечно, вовсе не является рабом, по большому счету. Истерик – это не раб. Раб – это вот здесь такая штука. Раб подчинил себя господину, отдав свое тело ради целостности этого тела. Он не стал рисковать целостностью собственного тела. Не стал рисковать собственной жизнью. А истерик вообще в эту битву не влезал. Он вместо этого начал господина, видишь, обвинять. Чтобы тот вырабатывал это рабское означающее. Короче говоря, истерик вынуждает господина, чтобы тот признался, что он такой же раб. Вот я бы так сказал. И когда господин признается в своей недостаточности, мелочности, жалкости, трусливости, истерик будет счастлив просто. Когда ему придет обратно, он скажет – вот. А какова истина всего этого? А истина всего этого – это, во-первых, наслаждение, а во-вторых, знание. Знание и, собственно, знание истины. Сейчас мы еще этот раз круг сделаем. Но теперь зайдем, наверное, с точки зрения примеров. Когда ты начал говорить про этого расщепленного субъекта, истерического. Первый вопрос – всякий ли раб истерик? Всякий ли истерик раб? Нет, наоборот. Истерик – это вообще не раб. Истерик – это новая история, совершенно другая. То есть истерик, он не отдает свое тело на служение господину. И именно поэтому он истерик. Именно поэтому он истерик. Да. Он не господин. Он не господин. Он не борется за свободу и за власть. Он вообще другими делами занят. Его интересует другое. Его интересует фактически истина. Вот то, что является его истиной. Его интересует знание истины. Истерика. Он движим. Это истина. Да, да, да. Она влияет. Видишь, истина влияет. Вот это знание истины влияет и на него, и на господское означающее. Единственное, что может вернуть, это то, что первое ты сказал. Да, вернуть обратно истерику, собственно, господин. Это только, да, вот это из-за произведенное. Что, дескать, твоя истерика свидетельство рабства. Да, наверное, так, если интерпретировать это. Второй момент. Второй комментарий. У меня просто есть знакомый, который, ну там, старый. Когда ты опин, даже это дело не в знакомом. Есть типажи, которых я встречал. Это вечные бунтари. Вечные бунтари, которые ищут против кого бы побунтовать. И здесь как бы бунтать бунтарью рознь, но очень часто это не от ощущения силы. То есть такой, есть герой, есть антигерой. Вот антигерой в каком смысле? Который все время ищет какого-нибудь героя и говорит, вот ты, да он вообще, он узурпатор. Он узурпатор, смотрите все. Он просто хочет там то-то и то-то и то-то. Вот. То есть им потребность повоевать, то есть образ отца где-нибудь найти и повоевать с ним. Вот. Это под эту схему, насколько я понимаю, попадает. Попадает, только я заменю, единственное я заменю слово повоевать словом уличить. Уличить. Да, обвинить, уличить, сказать вот. Да? Ага. Но есть ли здесь вот этот момент бунта против вот этой тирании? Бунт, он же может быть разный. Первый вариант бунта – это когда человек старается стать господином. А второй вариант – это вот такой вот истерический вариант, да? Когда человек вовсе не к власти идет, не за властью идет. Его другое интересует. Ага. Ну да, потому что на самом деле нередко вот этот бунт против узурпаторства на самом деле есть повод для того, чтобы узурпировать. Ну да, конечно, да. Просто встать на место дракона, который, собственно, ты, которого ты победил, да? Стать драконом. Угу, угу, интересно. Так, и А – это у нас, еще раз напомню, это истина, да? Истина или знание? Здесь на месте истины стоит означающее знание той самой истины. Знание той самой истины, да? То есть с правой стороны это место истины, да? Угу. Да, или можно сказать наслаждение знанием. То есть вот истерик смотрит на господина и говорит, а я знаю, что ты на самом деле там, ну вот, например, раб, да, или трусишка. Или ты на самом деле, по факту, что говорит истерик? Ты на самом деле кастрирован. Ты ведешь себя тут, как будто бы ты царь и бог. Ну ты кастрирован на самом деле. То есть истерик фактически правду возвращает господину. А король-то голый, король-то голый. Вот она, квинтэссенция, да, вот этой истерики, которую только мальчик может сказать. Да, 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 это истерический вот рассказ, истерический дискурс такой, да. Что вот он заметил, что король голый. Но он говорит правду. Принято, принято. Вопросов нет. Если переносить на отношение женщины к мужчинам, то вот видишь, можно сказать, что женщина, как и мужчина, скажем так, женщина, согласившаяся со своим полом, так же, как и мужчина, с полом, гендером пускай, да, она является некой вот служанкой своего пола, так же, как и мужчина. Он в подчиненном положении, да, в согласном подчиненном положении. Ну вот я такой. А истерическая позиция в том, что нет, я не такая. Истерическая позиция вся, скажем, завязана на вопросах сексуальности и пола просто потому, что истеричка не может согласиться. Вот все могут, а я не могу, не может согласиться, не может поверить, что она такого-то пола, да, мужского или женского. И истеричка женщина, что делает с мужчиной? Она либо связывается с каким-то сильным, влиятельным мужчиной для того, чтобы доказать ему, что никакой он не сильный, не влиятельный, не великий, и он полное ничтожество, либо она не может связаться с полноценным мужчиной и связывается всегда с каким-то инвалидизированным мужчиной. Ну, вплоть до того, что, помнишь, Джейн Эйр, да, вот она влюблена в этого, если я правильно помню, мистера Дартси, да, Далби, Далби, ой, я уже забыл. Я не помню. В этого красавчика, который жену никуда свою деть не может, сумасшедшую, да, которая жена потом сжигает себя, и он становится инвалидом в этом пожаре, он слепнет, и вообще лицо обожжено, и она сразу бац, и выходит за него замуж. А до этого она отказывалась и бежала от него. Как только он стал инвалидом, все, она вся его. Она может принадлежать ему и хочет этого, и она видит, как это возможно. Возможно, между ними счастье теперь, отныне. То есть, истерическая, например, женщина своего мужчину обязательно будет делать инвалидом. Непременно. Она нуждается. Видишь? И здесь интересно, что ведь то, что вот это, опять-таки, вот это нижнее, да, S2, которое можно интерпретировать как возврат, да, истерику его... Я сейчас прошу прощения. Да? У вас сейчас занятия здесь? Что, нас гонят? Нет. Нет, нет, нет. Нет, я же работаю сейчас здесь, в нашей этой площадке рабочей, университетской, вот, точке кипения. Вот, поэтому тут иногда бывают проходы-заходы. Вот, и вот этот возврат обратный расщепленному субъекту, то, что да, ты раб просто, на самом деле, ты никакой не этот самый, тут неправду говоришь мне, ты просто, это просто истерика у тебя. Это ты, ты не можешь удержать власть, и все, ты просто уличен, уязвлен тем, что я могу, а ты нет. Вот примерно такой возврат, обычно, тот, который я отслеживаю в коммуникации. Да, да, это, это, с помощью такого возврата господин отмахивается от истины, которая несет ему истерик. Но истерик слышит в том, что господин, как это говорит, и говорит арабском, это он, на самом деле, говорит про себя. Истерик очень хорошо слышит это, что он отмахивается, потому что боится признать, собственно, ну, вот эту правду, истину, собственно, признать. То есть, еще раз, если мы вернемся вот к предыдущему дискурсу, вот дискурс господина, еще раз, мы видим этого прекрасного С1, который фактически фундирован вот этой расщепленностью. И в дискурсе истерии вот эта расщепленность, нехватка, она настигает господина. Видишь? Угу, угу, да, 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 да. Она говорит, вот оно, что на самом деле, она как бы кричит, вопитки. Истина господина, это вот этот раскол, да, расщепление. Да, да, да. Хватка желания. Конечно, он будет отмахиваться от нее, не понимая, что то требование, которое она дает, выражает ему, высказывает, да. Мы вообще всегда хотим сбежать от требования другого, разумеется. Тем более, уж, конечно, если там истеричка приходит на психоанализ, да, она выдвигает точно такое же требование к аналитику. И от этого требования надо ускользать, потому что она здесь пришла не за этим, не господина уличать. Но, но, очень важно понять, что то требование, которое истеричка предъявляет, она это никогда не требует за него оплаты. Это всегда подарок. Она дарит расщепление, она дарит ничто, она дарит истину о тебе. Это всегда страшно неприятная истина. Но беда этого подарка есть одна, в том, что если мы говорим об этом даре истины, это истина неубедительна. Неубедительна не потому, что она не верна, не потому, что она не попадает. Она неубедительна, потому что ее проговаривает расколотый субъект, который сам в себе потерял основу, вот ту господскую основу, в которой он может сказать, вот так. Ну да, 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 можно так сказать, да, он не может утверждать, он вопит, кричит, это крик слабости. Да, 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 абсолютно верно. И эта слабость как раз-таки дискредитирует, по сути, эту истину его вот этой вот негосподскости. Согласен. Он фактически, да, расписывается в собственной ничтожности, крича эту истину. Соответственно, его никто не слушает. То есть идеальный такой мифологический сюжет об отношении господина с истеричкой – это Агамемнон и Кассандра. Помнишь историю Кассандры? Не в деталях, общая канва только. Нам интересно, это же вот суть истерички. Она попросила Аполлона в свое время наградить ее даром пророчества. Аполлон говорит договор. Такой дар, ну это не дар, конечно, это обмен. Я тебе даю пророчество, ты мне даешь секс. Она говорит, хорошо. Он ей дает это пророчество, а она от него сбегает, как и положено истеричке. Соблазнила, она увидела, что он возжелал и сбежала, как и положено. Это прям чисто архетип просто. Он говорит, ну хорошо. Ну тогда я даже отбирать этот дар не буду у тебя. Я просто наложу на тебя проклятие. Никто не будет верить тебе. Ты действительно будешь провидеть будущее. И никто тебя не будет слушать. Вот это называемое так проклятие Кассандры. Яблочко. И после этого Агамемнон берет Кассандру себе, когда Троя уже захватывают. А у нее там ребенок уже появился, потому что ее там этот самый Аякс настиг. Ну и он прям с ребенком берет Кассандру себе и едет домой. Она говорит, не заходи в ванну, тебя жена убьет. И он ее не слушает, заходит и его убивает жена. Он отмахивается от нее. Что ты знаешь, женщина? Ой, господи. Опять этот твой цирк начался. Помолчи. Это этот самый. Это я как-то просто вспомнил к слову. У нас было как-то, я не помню. То ли 8 марш, что-то мы там на кафедре встречали. И вот один из постов был такого рода, что женщину, если что-то женщина высказывает из своих соображений, к этому мужчина может относиться в меру своего доверия или еще чему-то. Как посчитает нужным, если он там и так далее. А вот если что-то женщина чувствует и чувствует остро, вот к этому отнестись невнимательно нельзя. И несмотря на то, что это крайне, зачастую это истерические моменты, то есть форма не та. То есть это истина не в той форме. Но это истина, как бы она потому истина, что она обнаженная. Она неприятно смотря, зачастую бывает. Она неприятно воспринимаема часто. Это картина, по-моему, есть какая-то. Обнаженная истина. Вот эти одежды, покровы сняты. Вот эта презентабельность господская, она снята. Вообще фи. Вообще фи иметь дело с истиной. Тебя само, если как только ты откроешься, и ты сам будешь увлечен в том, что ты истерик. Да. По определению. Вот, да, очень интересно. На самом деле, если спроецировать, последний штрих, если спроецировать это на модель работы социума, то любопытно, да, что если общество не имеет терпимости определенной, хотя бы терпимости, так, истеричкам, на самом деле, ну истеричка это не только женщина, это очевидно. Да, да. Да, вот. Или хотя бы оно, вот я почему вспомню про это, потому что вспомню про шоу. Шоу это истерика, по большому-то счету. Истерика, правда, разного качества, разной направленности и не всегда содержательная. Но на эмоциональном уровне это какой-то в серии вот этот трындец. Вот его нужно вывести на этот трындец, и тогда что-то как будто бы происходит сказанным. Вот. И любопытно, что там то же самое американское общество, культура шоу, оно пронизывает все. Да. Просто все. И это имеет, ну, на мой взгляд, один, при всех оборотных негативных сторонах, один очень важный позитивный момент. Вот эта расщепленность становится нормой, и двуличие западного человека имеет в том числе и вот эту истерическую природу, когда ему дают место для, как это, высказывания. И форму для высказывания. Потому что шоу это своего рода форма для высказывания истины. Беда тут только в одном, что эта форма сжирает по факту, спустя какой-то период времени, как только она становится нормой, сжирает ту истину, которая в нем, по крайней мере, может быть сожрана, если она начинает быть привычным. Вот этот выход, да, эксцесс, становится нормой, он перестает быть эксцессом. Это становится обыденностью. Ну, ничего страшного, потому что вслед за этим появляются другие истерички, которые кричат, посмотрите, в какое отвратительное зрелище превратилось это шоу. Оно полно лжи и неправды. И создают новое шоу. Да, 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 да. Вот. Что же делать, действительно, когда в обществе истерический крик неубедителен? А он, видишь, ты здорово же подметил, он по определению неубедителен. Ну, потому что вот обвинения Греты Тунберг, да, они же, уже не знаю, у нее-то у самой вряд ли там истеричность, да, но ее вот в этот дискурс сразу же взяли в обработку, да, моментально, потому что она обвиняет взрослых. И все, моментально, да, то есть вот идеальный истерический такой дискурс. А он по, как, по определению неубедителен. Ну, то есть истерическая там вот эта третья волна феминизма, да, она же как бы сама себя губит, да, то есть они продолжают требовать, требовать ненасытно, потому что они требуют совсем не того. Вот этот марш, ну, я имею в виду еще изначально вот это 8 марта, марш пустых кастрюль, они же требуют не того, что они требуют вслух, они требуют, чтобы господин убедился в собственной несостоятельности. Вот что им нужно. Что делать, когда в обществе получается невозможно истеричке докричаться до истины? Появляется следующий поворот по часовой стрелке. Это дискурс аналитика. Видишь? То есть аналитик, мы видим, на месте агента расположено уже это знание или наслаждение знанием, которое обращено как раз, ну, по большому счету, к истеричке или вообще к расщепленному субъекту. То есть пациент аналитика это расщепленный субъект, субъект нехватки, субъект нехватки, который подчиняясь. Здесь всегда идут вопросы власти. Везде здесь идут игры власти. Конечно, требования и в ответ на требования всегда идет подчинение. Поэтому, если мы где-нибудь услышим, а я неоднократно это слышу, особенно лаконисты в последнее время очень любят это говорить. Они говорят, вот мы создаем какое-нибудь сообщество, где не будет дискурса господина. Ну, это смешно и нелепо. Ну, как? Как его не будет? Вы вообще читали лакана? Ну, в смысле, его всегда будет. Дискурс господина, говорит лакан в 17-м семинаре, то в 69-м году он это сказал, уже пора выучить. Это то, что заложено в любом дискурсе. То есть это всегда вопрос власти, требования подчинения. То есть, конечно же, аналитик требует, разумеется. И на Фройда постоянно жаловались, насколько он требователен. Лакан вообще в ужас приводил людей в собственном кабинете от того, как он себя вел. Аналитик, конечно же, требует. И он требует от расщепленного субъекта. Его требование обращено к расщепленному субъекту. Приходит в кабинет аналитика человек изо всех сил пыжащийся показать, что с ним все в порядке. Просто симптоматика замучила. А аналитик обращается не к вот этому пыженью и не к этой даже симптоматике. Он обращается к расщепленности. Из каковой расщепленности, из каковой нехватки только и возможно произведение желания. Желание производится только из нехватки. Поясни примером. Потому что это центральный, по-моему, момент всего, о чем мы говорили. Самый лучший пример это, конечно, диалог пир. Где на месте знающего расположен Сократ, на месте его рецепиента расположены вот эти вот лучшие люди города, великие господа, драматурги всякие, великолепные вообще дядьки, политики. И он к ним обращается как к расщепленному субъекту, рассказывая о природе эрота, о природе расщепления, о природе стремления. Он охвачен желанием эрот. Он от своей матери стремится к собственному отцу. Всегда стремится, никогда не достигает, но всегда в этом стремлении. Это и есть жизнь человека. То есть, вот что это такое. То есть, какое бы ни было у тебя желание, а желание, конечно, конституируется дискурсом. Ну, понятное дело, что желание дискурса господина, это желание власть, желание обладать, захватывать, удерживать. Это понятно. Желание истерика, это желание привнести правду, вытесненную правду. Вот это желание истерика. Желание аналитика, кстати говоря, вот мы давай и посмотрим сюда. На желание аналитика. Какова истина аналитика? Вот она у нас. Что здесь? Рабство. Рабство. Аналитик – это раб. Да. По сути своей, аналитик, конечно же, раб. Раб, обнаруживший знания, присвоивший, присвоивший, слава тебе, Господи, присвоивший его себе и с помощью знания, увидевший расщепленность другого субъекта. То есть, это желание раба в сторону кого? Вот мы бы могли сказать в сторону вот этого расщепленного субъекта. Но кого производит расщепленный субъект, производя желание? Он производит господина. Он производит господское означающее. Аналитик, я сейчас дерзну ляпнуть, но я дерзну. аналитик в психоанализе производит господина. Поэтому-то аналитик появляется в эпоху разрастающегося капитализма, когда господин вытеснен на обочину. Потому что он производит опосредованно, насколько я понимаю. То есть, он творит этого господина из расщепленного сознания. Можно сказать, да, расщепленное сознание производит господина с помощью требования анализа самого. Анализ производит господина. Вот так можно сказать. Не сам аналитик, а вот весь анализ. Психоанализ производит господина. Если огромное количество форм психотерапии современной, которые, конечно же, противопоставляют себя психоанализу, они вот здесь находятся, в истерическом дискурсе. Разумеется, они находятся в истерическом дискурсе, и понятно, на кого они производят. Посмотри на всякие терапевтические группы современные, очевидно, кого они производят. То психоанализ истеризует дискурс пациента. Он говорит, говорите свободно, говорите все, что вам приходит в голову. То есть, болтайте, как будто бы вы не можете удержать собственную речь. И тогда этот пациент, производя собственное желание, по факту производит господское означающее. Это то самое, что Лакан делает след за Кожевом. Он говорит, дальше в истории Лакан прямо так говорит. Я сейчас процитирую, ну почти дословно, просто не вспомню именно фразу. Он говорит, в будущем, в недалеком будущем господин вновь появится в обществе именно с помощью психоанализа. Очень интересно. Ты знаешь, я вот сейчас, когда ты это говорил, я себя поймал на мысли, что мне вот эта тема связанная с желанием, я вернулся к ней в мыслях. И на самом деле, да, что дает, я сначала прокомментирую, то, что ты сказал. То есть я это вижу таким образом, что господское вот это превосходство над собой дает расщепленному субъекту только знание. Точнее, осознание или принятие своего желания. Да, если вот так проговаривать, да, принятие своего желания это и есть позиция, это собственно то есть сказать и принять то, что в тебе. Давай. Чуточку поправлю, чуточку поправлю. То есть ты говоришь про дискурс господина, да? Ну вот, в нижнее, да, вот это вот. А, в нижнее, вот здесь? Аналитик, да, аналитик, аналитик. А, ну-ну-ну, все-все-все, давай, да, дальше. Вот. И собственно, вот это производство господина, да, который, ну, по большому счету, вот эту черту-то всегда нужно читать, я так понимаю, как вытеснение, да, как разрыв, как разрыв между артикулируемым, сказанным и несказанным, да, вытесненным. Вот. И производство, вот эта стрелочка боковая, да, которая производит, вот это, да, создает этого господина, она двигается за счет того, что знание, то есть наслаждение этим самым рабом, ну, не рабом, да, все-таки точнее надо быть, да, не рабом, расщепленным сознанием оказывается пережито. Пережитое наслаждение возвращает эту цельность, но, опять-таки, цельность здесь, в рамках этой схемы, это означает, ну, как я это читаю, именно господина. То есть, у Батая, конечно, проводится различие суверенность и господскость, да, но в этой схеме такой позиции здесь не может быть, насколько я это вижу. Вот. И вот дальше, конечно, тут у меня вопрос. Я хочу здесь тоже алаверды такое, сама схема, видишь, настолько детерминированна, о какой суверенности может идти речь, видишь, да, здесь сверхдетерминация, так называемая, фройдовская, но Лакан говорит, что невротик вообще-то может освободиться и от собственной невротичности, и от пут, именно вот этих связывающих пут дискурса. он об этом несколько раз проговаривается, что суверенность вообще-то возможна. И я вот, вот здесь, по крайней мере, для меня самым таким узловым моментом является, вот опять-таки, в этой схеме момент развлечения, развлечения, вытеснения, контрастности, потому что здесь определенное тоже, вот это, ну я не скажу диалектика, но контраст, да, такое напряжение между верхней и нижней зоной. Это первая тема, которая интересна. Вторая тема, которая интересна, это вот этот переход, о котором ты сказал, связан с тем, что нужда, нужда, вот эта расколотость, расщепленность, она только и дает возможность пробиться, собственно, к желанию. Как-то ты так это сказал, да? Да. Вот. И это очень интересно, потому что аналитик, работая с, то есть он должен пробиться в рану. Да. Если он в рану не пробьется, если не найдет для нее форму, то он не сможет высказать и желание. Это желание не будет осознанным и не будет реализованным и не будет таким образом присвоено тем, кому нужно помочь. Единственное, что из своего клинического опыта могу сказать, что если я буду пытаться пробиться в рану, я не пробьюсь, потому что перед ней сразу поставят щиты, кучу щитов. Что и делается перманентно, да. Конечно, да. А если я попросту общаюсь не со щитами, а вот с этим субъектом нехватки, то есть общаюсь с человеком напрямую, мне даже пробиваться не приходится, понимаешь? Он сам раскрывает это. То есть он тогда, ну да, действительно, ты сам туда пройти не можешь, только если он откроет себя сам в этом плане. И вот этот момент очень интересен. Мы вчера с товарищами как раз общались на схожую тему в контексте некоторых опытов, да, соматики, психосоматики и так далее. Вот. И коснулись темы абсолютно ненаучной, абсолютно не этой самой непродуманной, хотя там Куринский, например, Дмитрий, да, который ты знаешь, он говорил по поводу там новой германской медицины, вот, где чуть шире и гораздо более тоньше начинают пониматься соматические заболевания и привязки к ситуационной проблеме, в которой находится человек, то есть как человек проживает ситуацию. Вот. Это один момент. Второй момент это то, что, ну, из другого источника меня как бы поместили в контекст, связанное с тем, как психическое опредмечивает себя в тех или иных болезнях. Я не специалист в этой абсолютно области, поэтому, ну, вот мне скинули книгу, и она абсолютно ненаучная. Я покажу ее сейчас, это в контексте желания и травмы. Вот это, раны. Вот. Не в плане рекламы, а в плане того, чтобы просто высказать мысль. А ты уже показываешь, я просто не вижу, я вижу только свою картинку. Должна сейчас быть. Должна сейчас быть. Есть? Да я вижу только свою картинку, я вообще тебя не вижу. Тут так устроено. А, тогда, я не знаю, ну, я, да, демонстрацию сейчас включил, она должна быть видна. Я сейчас попробую вот показать. У меня ничего не видно. Так. Тогда демонстрацию, да, надо снять. Ага. Так, ага, ага. Значит, прекратить трансляцию. Так, вот, да, вижу, вижу. Есть. Вот. Совершенно замечательная книга. А, Ли Бурбоа. Я читал ее. Да, да, да. Да, и здесь интересно для меня, что, опять-таки, мне самое большое, я не могу, я всегда, когда показываю про эту книжку, говорю, мне всегда нравится вот эта часть. нет никаких научных доказательств того, о чем впервые сказано в этой книге, но я предлагаю тебе проверить мои выводы, и тогда это абсолютно очаровательная откровенность. Вот. То есть, ну вот напрямую говорит, да. Я не знаю характеристики, да, но мне срезонировало вот эти моменты. Опять-таки, может, это абсолютно я ошибочно, и так далее. Нисколько не берусь оценивать, не специалист. Вот. Но интуитивно вот эти штуки, они каким-то образом резонируют у меня. То есть, в моем опыте я это примерно вот так и опознавал. То есть, как защитный, конечно, механизм. То есть, отвергнутый, да, защитный механизм, маска беглеца. Травма покинутый, маска зависимый. И так далее, и так далее, через запятую. Вот. Во-первых, мне было бы интересно твою, если ты читал, да, дать рецензию на эту работу. А второе, и здесь резонанс с психоанализом, по-моему, ну, если не стопроцентный, то значительный. И мне интересно здесь что? Есть определенная, ну, вот эта спайка раны и желания. Да, рана всегда конкретна. И она всегда определенным образом, то есть, мы ее пытаемся зарастить. И заращивая ее, совершаем ключевую, в общем, базовую проблему-то в своей жизни. Мы не даем ей выхода реализации. Выхода реализации не в том смысле, чтобы раздолбать и то, что и так болит. А в том смысле, чтобы эта рана была воплощена в том виде, в каком она будет излечена. Невнятно, по-моему, я это сказал. Это как вот этот катарсический опыт, я имею в виду. Катарсис, это же и есть до конца досказанная рана. То есть, когда происходит обнажение и вдох, обнажение и вдох, когда ты, оказывается, способен прожить, то есть, пройти через этот момент, в котором, как бы, ты видишь возможности и шансы, которые ты не увидел, или, точнее, сам для себя схлопнул в момент болевого поражения. травма, это у Хайфгера, по-моему, есть, что, не боюсь, что совру дословно, но примерно таким образом, что катастрофа или конец, как-то так у него, подсказывает выход из нее. Поражение, болевое поражение, если удается каким-то образом удержаться в центре, выскакивают возможности. И тогда ты видишь желание, тогда проступает это желание, ты можешь себе в нем признаться хотя бы. Но болевое поражение, и мы смыкаемся, пытаясь зарастить эту рану, думая, что мы пытаемся себе помочь. На самом деле, просто усугубляя болезнь. И вот здесь, вот эта вторая точка, маска, это, на мой взгляд, очень интересная точка, в каком смысле? Само даже понятие этой маски, что это и есть вот этот нарост. Знаешь, как язва? Организм пытается нарастить вот эту вот кожуру, да, ту самую, чтобы рану закрыть, а она вскрывается всякий раз. И до тех, она будет так происходить, пока ты не выздоровеешь. То есть, пока ты ее на самом деле не расчистишь, и пока не на, как это сказать, не найдешь для нее опору, точку выхода для реализации, потому что она на самом деле про тебя и она про твою жизнь эту рана говорит. Она говорит про то, кто ты на самом деле. А ты этой маской от себя закрываешь, да, упорядочивая свою жизнь, да, каким-то образом делай ее нормальной, защищенным себя делай и так далее, но при этом всем, если от этой маски на каком-то этапе не то, что не отказаться, не обязательно это делать таким драматичным образом, но не превзойдя, не найдя это основание для вот этого вот выхода, да, преобразования, преображения, то тогда оказывается травма как вечная, да, вот эта язва, которая не заживает. Вечная проклятие такое, да. Да, 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 да. Ты ходишь и застрявший в повторении, да, вечно наступаешь на драматичный совершенно верно, да. Одному и тому же месту себя лупишь постоянно. Но здесь можешь процитировать Гегеля, где он в феноменологии духа говорил, да, что рана заживляется тем же мечом, которым она нанесена. Да, 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 абсолютно верно. То есть надо идти не назад, а вперед. Вот, вот про что. И больше скажу, здесь рана и травма, когда мы сталкиваемся с психоанализом, получает какое-то звучание, ну, я бы сказал, телеологическое. То есть как будто бы она нанесена за тем, чтобы я стал собой в итоге. С помощью вот этой боли, соглашаясь с этой болью, чтобы я пошел туда, куда мне как будто бы вот, ну, суждено, если хочешь. Вот судьба такая. это указание на тебя. Чуть ли не единственный способ показать на тебя, кто ты. Да. Причинить тебе вот эту рану, да, и тут никто не виноват, тут никто не виноват. Это ты таков, поэтому рана твоя такая. Ты хочешь обвинять, обвиняй, конечно, да, но это же... Да, ну, почему нет? Это приятно, прежде всего. Во-первых, это приятно. Да, да, да. Ну, а, да, касаемо, значит, психосоматических вот этих показателей, в принципе, в психоанализе считается, что это истерический симптом. Что это значит? Истеричка всегда лжет словами и никогда не лжет телом. Ее тело, ее тело, так как оно не на службе у господина, не на службе, оно на службе у истины из-за этого. И поэтому ее тело показывает правду. То есть, фактически, любые психосоматические проявления, это истерические проявления. Это не означает, что они могут быть только в истеричке. Ни в коем случае. Ну, помнишь, мы рассказывали, разговаривали, упоминали этот глобус хистерикус. Ну, мне кажется, чуть ли не каждый человек... Да, 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 да. Дуга, дуга, да. Вот, не, не, хистерикус, это этот ком в горле. А. Глобус хистерикус, ком, который возникает в горле и ни один рентген ничего не показывает. Да, это истерическая как бы симптоматика, но она же не только у истерика. Она у любого человека. То есть, истерические проявления могут быть у любого невротика вообще-то. Вот. И, ну, на мой взгляд, Лиз Бурбо достаточно наивна. Я ее читал, правда, давно и когда-то был ужасно очарован этой такой цельной красивой картиной, которую она выдает. Потом я убеждался в миническом опыте, что все не так однозначно. Она уже очень, знаешь, так вот по схеме как-то вот идет. Вот если вот большие бедра, значит, там, да, ну, я не помню там что-то. Да, да, да. А если вот так, значит, отец отказался в детстве. Ну, не так это универсально работает все-таки. Но для ввода в тематику она... В тему, да? Да. Ну что, у нас, в принципе, время подходит к концу. Единственное, я хочу на следующую, которая, видимо, уже будет в последнем занятии, закинуть крючок. Удочку. Нам удочку, да. Поэтому я включу демонстрацию еще раз. Давай. Ага. И покажу, что я хотел вообще показать следующим. То есть, еще раз, мы рассмотрели дискурс господина. Все видно, да? Видно, как я показываю? Да, 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 да. Дискурс истерики мы, в принципе, тоже рассмотрели. Дискурс аналитика мы уже более-менее как-то поняли. А в прошлый раз мы рассматривали также дискурс университета. В принципе, вот она четверка, да, четвероногие мои друзья, говорит Лакан. И в 69-м году, рассказывая об этом, в 17-м семинаре, он понимает, что вообще во всем этом присутствуют капиталистические отношения, которые претендуют, знаешь, на некую замкнутость, на некоторую самодостаточность, на некоторое, вот как этот Фукуяма говорил, конец истории, что все, мы уже пришли, мы приехали. Остается только вечность, вечный кайф. И он не может понять, куда этот дискурс капитализма вообще всунуть здесь. И какое-то время он пытается всунуть его в университетский. Ну, дескать, университет занимается добычей знания о власти, да, знания для господина. Вот, видимо, он и это самое. И через год, в 70-м году, Лакан говорит, нет, ребята, все гораздо интереснее. Схема закончена, закончена, четыре дискурса, некуда всунуться. А теперь, внимание, встречаем дискурс капитализма. Все иначе. Ты видишь, порядок нарушен. И знаешь, чего порядок? Стрелочки, стрелочки, да. Стрелочки нарушены, потому что стрелочки рисуют восьмерку, бесконечность. Видишь, как все идет? Угу. И нарушен порядок означающих. Они в другом порядке выстроены. То есть, если у нас дискурс аналитика, это вывернутый, как бы не вывернутый наизнанку, а повернутый на 180 градусов дискурс господина, мастера, да, мастера, то вот здесь какая-то совершенно другая история. У нас тут наизнанку что-то вывернуто. вывернуто, перевернуто или перверсивно. прямо так. Потому что по следам Лакана дальше уже включается Серджио Бенвенута и говорит, ну точно, ребята, капитализм как таковой функционирует абсолютно перверсивно. Это не невротическая история. То есть чистая перверсия получается, да? То есть не невротик, а перверт. Вот она перверсия, вот она нарисована у нас. То есть у нас есть расщепленный субъект, субъект нехватки, хорошо, он же агент, да, который в вытесненное кидает требования и влияет на это вытесненное. На что? На господское означающее, которое фундирует его, да? То есть это человек, хочащий стать господином вообще-то, да? Желание которого стать господином. Ну, цитируя Достоевского, это лакей. Ну, я имею в братьев Карамазовых. Помнишь, черт это лакей? Или там Смердяков лакей. Это лакейское положение. Расщепленный субъект, то есть лакей, который прислуживает господину. И он кидает требования этому означающему. А от господина идет требование рабскому означающему, который, которые, рабское означающее, производит знание. Ну, я уже сразу быстро забегая вперед, могу сказать, это знание тоже укрепления власти и получения власти, я бы даже сказал. И это знание возвращается к расщепленному субъекту, который вновь кидает сюда требования, господское означающее. Что это и как это работает, я расскажу уже в следующий раз, и что нам делать с этим дискурсом, господина. А сейчас я просто могу быстро сказать, что уже в 17-м семинаре лакан говорит, капиталист это такой раб, который постоянно занят зарабатыванием денег, чтобы выкупить себя, и он только то и делает за эти деньги, что выкупает, выкупает, выкупает себя постоянно, всегда ощущая себя все еще рабом. То есть он ходит на тренинги успешного успеха, он чекинется в разных там, на разных там Бали, во всяких там этих самых Дубаях, он что делает, покупает блестящие сверкающие машины, он все время выкупает себя на волю, утверждая, что в принципе можно всегда получать кайф, никогда не трудясь на самом деле. Ну, это вот такой дискурс капитализма, который сейчас просто в полной мере расцвел. Реально, то, что ты сейчас говоришь, это прям по ощущению первичному по работе этой схемы, это чистая форма того, что прямо сейчас разворачивается, причем уже на уровне идеологии, в том смысле, что рабское начинает диктовать господскому тому, что, собственно, по идее, должно само было бы требовать, на самом деле, правило игры, и оно его закручивает. То есть для меня это, ну вот, если так, это скорее не очень корректно, но тем не менее, вся эта борьба с тиранией, такая нарочитая, нарочитая борьба с тиранией, с тиранами, и провозглашение вот этих всех демократий и прочее, при всем том, что я там за демократией и все такое прочее, но в том виде, как это делается, в этом есть какая-то болезненность, что ли, я не знаю, в этом есть что-то неестественное, вот, потому что меньшинство ставится, ну, фактически, сейчас это уже провозглашается, как базовая идея, там, того же инклюзии, да, инклюзивного капитализма, как базовая форма, меньшинство, если ты часть меньшинства, то ты элита, если ты раб, то ты элита, если ты имеешь какой-то измененный гендер, то ты элита, опять-таки, это так или не так, это вопрос игры, но по факту идеологема провозглашается такая, если ты в этой позиции находишься, тогда вроде как ты провозглашаешь подлинную форму свободы, ну, достаточно просто сменить пол и вуаля, ты субъект провозглашающий подлинные истины для господина. Это все игры среднего класса, конечно, на самом деле, весь этот капиталистический дискурс это игра среднего класса, то есть выбрасывай как можно больше денег, ничего не сохраняй, не имей собственности, будь свободен, всегда трать за тем, чтобы зарабатывать, очень интересная логика, да, какая-то такая, подождите, ну, есть же какая-то, ну, есть же реальность, нет, не надо никакой реальности, да, тут недавно Симпсонов смотрел, и Лиза связалась с сумасшедшей девочкой, которая хотела только жить в фантазиях, и Лиза уже в конце говорит, слушай, я, наверное, тебя покину, потому что мне хочется жить в реальности, она говорит, реальность это для тех неудачников, кто не может придумать чего получше, да, 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 вот, 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 и, короче говоря, так, то есть, это, это, это пропаганда, очевидно, да, это идеология, нам, нам вталкивают, впихивают без всякой смазки этот миф, да, и для нас вот вопрос, что делать дальше, я тебе хочу логическую задачку загадать, и как ответишь, так мы на сегодня и завершим тогда, да, до следующего раза, что мы видели в дискурсе капитализма, S перечеркнутая обращалась, то есть, требовала от господского означающего, к господскому означающему, на что это похоже? Из прошлых схем. Если сравнивать с предыдущими, да, схемами, это не истерика, это истерика, хотя, это похоже. Это истерика, истерика, расщепленный субъект требует от господина, именно поэтому, говорят сегодняшние французские психоаналитики, дискурс капитализма, в него, в него просто ныряют истерички, ныряют, забывая, что они истерички, становясь, как Степа Мощенко здорово сказал, капиталистичками. Они прямо с головой туда ныряют, теряя эту голову, просто воспроизводя вот эти вот идеологические формы, вещая, крича, они же шоу устраивают, забывая себя. Ну вот французы современные, говорят, что, я имею в виду вот эти вот продолжители Лакана, они говорят, что, ну, когда приходит на прием капиталистичка, необходимо сделать ее истеричкой, то есть напомнить ей, что она вообще... Кем она была в начале, да? Про любовь, про вот такие вещи, чтобы вывести из этого. Но это отдельный вариант, как мы еще будем это все выводить, и что мы будем делать с этим. Это бастардный дискурс мы имеем, фактически. Мы имеем бастардный дискурс. Бастардный. Бастардный, да. Буквально Смердяков, да, вот Смердяков у нас является бастардом среди братьев Карамазовых, да, он там, если братьев Карамазовых рассматривать, они, почему все они называются поросятами, а отец у них поросенок. Касаткина, филолог, классно сказала, что вот здесь находится Федор Палыч, отец, да, здесь находится Дмитрий Карамазов, средний сын и так и сяк, это Иван, Иван-Царевич Иван Карамазов, безымянный Смердяков, он же безымянный, он же это, и младший Алеша, да, то есть вот бастардный, вот этот безымянный дискурс, бастард это в смысле незаконнорожденный, да, то есть логика завершена, а он вне этой логики, он выпадает из этой логики, и почему он появился, почему он появился в истории, что делать дальше, на что это указывает нам, вот попробуем рассмотреть это в следующем занятии, которое будет завершающим, да, и что делать, как жить среди этого, ну сказать ему, давай ты не будешь, так же, если это не сработает. Эй, алло. Вот, ну то есть реальность такова, что я абсолютно согласен с Лаканом, то есть он пытался его и туда, и сюда, и говорит, ну оно есть, но я не пойму куда, и в 70-м году он говорит, ну вот так, вот так работает, картистический дискурс. Хорошо. На вот этом лакействе, лакействе, да, перверсивном, мы завершим сегодня. Капиталистическом. Джорджа Агамбин нам еще в помощь может прийти со своей книгой «Царство и слава», кстати говоря. Я думаю, можно будет как-нибудь вот коснуться этой темы, что ты, по-моему, у тебя целая серия роликов была посвящена, да? Угу. Да, ну попробуем. Хотя бы как-то так обзорно, да. Попробуем так это, осветить его в следующей нашей битве за истину, аналитическую истину. Но не истеричную, да? Хотя, почему бы иногда не сделать из этого шоу? В следующем нашем бунте, да. Да, 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 да. Все, дорогие друзья, до следующей встречи. Тем, рад был тебя видеть. До встречи. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok